Добрый день, уважаемые студенты! Я преподаватель акушерства и гинекологии Толгарского высшего медицинского колледжа Зульярова Захида Шамашраповна. Тема, которую хочу представить, это физиология беременности, изменения в организме женщины при беременности. Цель занятия – ознакомить студента с физиологией беременности. Внизу предоставлены задачи. Для того, чтобы актуализировать тему, пожалуйста, поставьте видео на паузу и постарайтесь ответить на ниже стоящие вопросы. Для того, чтобы наступила беременность, необходим процесс оплодотворения, в котором участвуют женская и мужские половые клетки. Яйцеклетка – это женская половая клетка. Она является самой крупной клеткой в человеческом организме. Созревание яйцеклетки происходит в яичнике. Во время менструального цикла, который длится от 21 до 35 дней, в среднем 28 дней у большинства женщин, происходит созревание фолликула, внутри которого располагается яйцеклетка. В середине менструального цикла, то есть где-то на 14 день, происходит процесс овуляции, то есть разрыв зрелого фолликула и выход зрелой яйцеклетки в брюшную полость. Бахромка маточной трубы захватывает эту яйцеклетку и продвигает ее в маточную трубу. Здесь на слайде вы видите, как выглядит под микроскопом яйцеклетка. Сперматозоиды – это мужская половая клетка. Во время полового акта вырабатывается, выделяется где-то 2-3 мл спермы, в которой содержится от 200 до 500 млн сперматозоидов. Сперматозоид, он состоит из головки, из шейки и из хвостика, который позволяет продвигаться сперматозоидом. Хвостик совершает вращательные, маятникообразные движения и способствует их движению. Во время полового акта сперма попадает во влагалище, где кислая среда. И под влиянием, под действием кислой среды часть сперматозоидов погибает. Наиболее жизнеспособные из них проникают через канал шейки матки в полость матки. И где-то через 1,5-2 часа после полового акта достигают маточных труб. В ампулярном отделе и происходит оплодотворение. К зрелой яйцеклетке устремляется множество сперматозоидов. Однако, через ее покрывающую, блестящую оболочку проникает, как правило, лишь один из них, ядро которого сливается с ядром яйцеклетки. С момента слияния половых клеток начинается беременность. Здесь вы видите, как происходит процесс слияния половых клеток. Оплодотворенная яйцеклетка, продвигаясь по маточной трубе, подвергается дроблению. Она проходит несколько стадий дробления. Это бластулы, морулы, бластоцисты. И на 5-6 день от момента оплодотворения достигают полости матки. К этому моменту уже оплодотворенная яйцеклетка внедряется в слизистую оболочку матки. Этот процесс называется имплантацией. Он обычно проходит на 8-й день после оплодотворения. Плодное яйцо вырабатывает протеолитические ферменты, которые растворяют эндометрии и способствуют проникновению плодного яйца вглубь, в толщу эндометрия. Имплантация чаще всего происходит в одном из углов матки, в правом или левом, в зависимости от стороны маточной трубы, в которой произошло оплодотворение. Эмбрион начинает питаться за счет материнского организма, а также выделять продукты своей жизнедеятельности в организм матери. Это приводит к так называемой некоторой интоксикации организма, что проявляется в виде тошноты или рвоты. Начинает вырабатываться гормон беременности прогестерон. Он вырабатывается в яичнике, а конкретно желтым телом, которое образовалось на месте разрыва фолликула. На этом видео вы можете посмотреть процесс овуляции, выхода зрелой яйцеклетки, ее попадание в маточную трубу. вы видите, как сперматозоиды со всех сторон обволакивают яйцеклетку, выделяют ферменты протеолитические и один из них проникает в яйцеклетку. Ядра половых клеток сливаются и образуется зигота. Давайте попробуем закрепить тот объем, тот объем материала, который мы прошли. Здесь на этом слайде вам предоставлены тонкие вопросы, которые оцениваются 20 баллов и толстые вопросы. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ответить на данные вопросы. Далее. Развивающийся зародыш имеет три оболочки. Децидуальная оболочка это видоизмененная слизистая оболочка, а именно функциональный слой эндометрия. Ворсистая оболочка хорион. именно хорион начинает вырабатывать хорионический гонадотропин, который вырабатывается, поступает в кровь, а затем в мочу. Это дает возможность нашей женщине произвести раннюю диагностику, тест на беременность. И водная оболочка это замкнутый мешок, где находится плод, является наиболее близкой расположенной к плоту и в дальнейшем амнион будет вырабатывать околоплодные воды. Плацента это очень важный, уникальный орган, который существует во время беременности. Связывает между собой два организма. Это организм матери и плода, обеспечивая его самым необходимым питательными веществами. Располагается в теле матки. Бывает, что по ее задней части или стенке или же по передней стенке. полностью формируется начиная уже с 8 недели и заканчивается формирование ее уже к 15-16 неделе. По внешнему виду плацента похожа на круглый плоский диск. К моменту родов масса плацента составляет где-то 500-600 грамм. Диаметр ее 15-18 сантиметров и толщина до 3 сантиметров. Плаценте различают материнскую прилегающую к стенке матки и плодовую поверхности. Плацента образуется из хориона. Функции плацента это газообмен, это трофическая либо питательная, выделительная функция, защитная, барьерная и гормональная функция. Околоплодные воды это жидкая биологически активная среда, окружающая плод и обеспечивающаяся его наряду с другими факторами нормальную жизнедеятельность. Объем околоплодных вод зависит от срока беременности. Нарастание объема происходит неравномерно. Например, в 10-й неделе беременности объем амниотической жидкости составляет где-то 30 мл, а к 13-й и 14-й неделе уже 100 мл. К концу беременности объем околоплодных вод составляет 1000 или же 1500 мл. Какие же функции околоплодных вод? Это обмен веществ, механическая защита, это способствует во время родов нормальному течению родов. Поповина или же пупочный канатик представляет собой шнуровидное образование, в котором идут две артерии и одна вена, несущая кровь от плода к плаценте и обратно. По пуповинным артериям течет венозная кровь от плода к плаценте, а по вене притекает артериальная кровь к плоду обогащенная кислородом. Пуповинные сосуды окружены так называемым студенистым веществом вартонов студий. Пуповина соединяет плод с плацентой и имеет длину 50-55 сантиметров. На этом слайде вы видите на разрезе как представлена пуповина. Это артерия и это вена. Фетопланстарная система Эта система очень важна, так как объединяет два организма. Организм матери и организм плода. Между ними основной составляющей структуры является плацента. В фетопланстарной системе участвуют следующие органы. Это у матери печень, надпочечники, почки. У плода это надпочечники, почки. И связующим их скажем связующим звеном является плацента. В печени происходит метаболизм гормонов. надпочечниках происходит синтез стероидных гормонов, которые являются предшественниками эстрогенов, гормонов, плаценты. Всё зависит от проницаемости плаценты. Если же проницаемость плаценты будет высокая, то будут различные нарушения в развитии плода. Существуют критические периоды беременности. На ранних стадиях эмбрионального развития критические периоды влияют на развитие всего организма. Позднее сказывается на формировании отдельных органов. Исследованиями выяснено, что наиболее высокой чувствительностью повреждающим агентам обладают зародыши в период имплантации. Это 7-8 день эмбриогенеза. Он является первым критическим периодом. Затем 3-8 неделя на 3-8 неделе эмбриогенеза. Это второй критический период, когда происходит образование плаценты. Этот период называется период плацентации. Третий период на 15-20 неделе фитального развития. Здесь происходит усиленный рост головного мозга. И 20-24 неделя, когда формируются основные системы организма. В эти периоды плодное яйцо в дальнейшем и плод очень уязвим к воздействию различных вредных факторов. Давайте закрепим пройденный материал. Что изображено на данном рисунке? Перечислите основные функции. Что изображено на рисунке номер 2? Дайте характеристику. Это пуповина, в котором идут две артерии и одна вена. Перечислите функции амниотической жидкости. функции. здесь перечислены функции обмен веществ, механическая защита, стерильность и участие в родах. Обратите, пожалуйста, на данный слайд, это дескриптор и, пожалуйста, вы должны дать оценку того, что вы сегодня усвоили на данном занятии. на этом слайде я предоставляю вам возможность обратной связи. Пишите себе такую таблицу в тетради и укажите, какую бы информацию вы взяли бы с собой, какая информация далась вам тяжело и ее нужно будет доработать и напишите, пожалуйста, о той информации, которую вы не будете использовать и считаете ее излишней. Тема следующего занятия роды, причины наступления родов, безопасное материнство. Роды это сложный биологический процесс изгнания из матки плода и плаценты с оболочками и околоплодными водами. Физиологические роды наступают после окончания цикла развития плода в среднем через 10 акушерских месяцев, это 280 дней или 40 недель. Роды они по течению делятся на три периода. Первый период раскрытия шейки матки, второй период изгнания плода из полости матки, третий это последователь период. И чтобы сказать, когда начинаются роды, мы говорим, что роды начинаются с появлением регулярной родовой деятельности. А чтобы хорошо протекала эта родовая деятельность, нам необходимо, чтобы родовые сгоняющие силы были достаточно хорошими. А к родовым сгоняющим силам относятся схватки потуги. Здесь, на этом слайде показаны периоды родов и что происходит в каждом из периодов родов и как должна себя вести наша женщина. домашние задания в данном слайде пожалуйста запишите по ссылкам пройдите на данные сайты, где вы возьмете дополнительную информацию. Спасибо за внимание.